У Палыковичих поблизу Могилёва идут археологичные раскопки рештов панской сядибы Любомирских. После урагана и дождя у агалились подмурки побудов сяредины 19-го стагодия. Археологам с университета имя Куляшова допомагают школьники Мясцовой Жихары. Однако доследчикам прикро, что место оказалось разработанное и пошкоджено черными копальниками. Наш репортаж с места раскопок. Был таки пан Любомирский, тут стоял вельми пригожий особняк. И все, что мы с вами бачим, артефакты сяредины 19-го, початку 20-го стагодия. Ось после той буры, которая была, которая древо ворочала, когда промоины великие были, агалились подмурки, ну и одразу появились те, кому вельми хочется выковырять все, что только махчима. И тому это вот эти ямы, вырытые в лесе, это все выник деятельности чернокопальников. На этом узвыше я еще узгадывается была япанская кляновая аллея, а решты подмурков, якие вывучают археологи и чистят их помощники, показывают межи былой сядибы. Нам прежде всего помогли местные жители, которые после вот этой недавней бури сообщили о том, что здесь начал вымываться материал, а после они еще обнаружили вот эти вот беспорядочные кладоискательские ямы. Так, археологи подозрают, что тут могло быть и столовая сребры, и иншая каштовности, але найбольше, когда, что у пошуках того, что можно было выгодно продать, черные копальники руйнуются на вокал. Это же команда сбирают все, до кожных от шарапка и ковалка кафли. Это кусочек от пола, ну или, возможно, кафель. Ну тут очень много, в принципе, таких фрагментов. Из этих знаходок можно зарабить в основе первое, что сядиба была досыть богатая. На это указывают и некольки печек, и решты предметов, как теперь бы сказали, импортного походжения. И что сядиба была худшей за все снищена пожаром, потому что бачный черный слой. Вот тут худшей за все было столовая, бачите, сколько кафли, бачите, какие вот ямы. Это все, вот это все панский двор. Ну мы вообще простые школьницы, и нас пригласили вот на раскопки помочь археологам. Да, мы из 34-й школы. Да, мы очень заинтересовались на самом деле. И это оказалось действительно очень интересно, потому что ты не просто читаешь об этом в учебнике, ты просто прикасаешься к истории. Нам интересна история нашей Белоруссии, узнать о наших предках. Это очень интересно, я уже третий раз на раскопках, помогаю каждое лето. Все мы родились вот близ этих мест, и вполне возможно, что вот это наши прадеды, прабабушки здесь когда-то и танцевали, и ходили по этим аллеям. Вот, но это очень захватывает дух, несравнимое чувство. Тут еще не ведутся стационарные раскопки, и на первое, что надо расчистить пляцовку и усгоднить работу с уладами. Однако, навод на первом этапе археологам готовы допомогать и мясцовые же хоры, навод самые юные. Это плитка. Что моя ценность? Тем, что она древняя и закопана под землей. Илона Иванова, Виталий Алексеенко, Новины Регион. Редактор субтитров А.Семкин